Отметка ниже нуля традиционно вносит определенные коррективы в жизнь автомобилистов. Еще бы, ехать приходится медленнее, оттого и гляди, попадешь на ледяной занос или в отблесках мокрой дороги просто не заметишь перемещающихся без света возвращающих элементов пешеходов. К сожалению, в этом вопросе халатность также присутствует. Погодные условия провоцируют большое количество заносов и дорожно-транспортных происшествий. И лучшая защита автомобиля в этой ситуации – зимние шины. Если раньше эта мера была рекомендательной, то сейчас она имеет административную силу, что мотивирует водителей быть законопослушными. Наши граждане стали намного больше заботиться о себе. То есть на сегодняшний момент найти автомобиль, шины которого, скажем так, не переобуты, действительно очень тяжело. Все последние аварии, которые произошли на территории Брестской области, у всех автомобилей были сменены шины на зимний тип. Это говорит о чем? О том, что наши люди стали более законопослушными. Раз. А второе, то, что люди действительно начали заботиться о своей безопасности. Если человек совершил дорожно-транспортное происшествие и зимние шины есть, то, конечно же, к нему применяется в соответствии с правом дорожного движения, скажем там, соответственной нормой законодательства. Но если зимних шин не было, это является отягчающим условием и, естественно, скажем так, что оно и способствовало совершению дорожно-транспортного происшествия. Мы с вами прекрасно помним аварии прошлого года, в том числе на территории города Бреста, когда были и со смертельным исходом. Именно по вине того, что человек не смог своевременно остановить своего железного коня, своевременно принять все условия для того, чтобы избежать дорожно-транспортного происшествия. Именно по вине, как говорится, летней шины. Бдительные автомобилисты с наступлением первых холодов отправились в мастерские для того, чтобы не только сменить летнюю резину на зимнюю. Многие уже не один год стараются накануне устойчивой морозной погоды пройти и технический осмотр. Специалист-автомеханик продиагностирует авто. И если есть какие-либо неполадки, то сразу же на месте предложат устранить их. Сейчас у нас люди стали более относиться к этому моменту внимательнее, стали заранее перебываться в зиме. Это и нам облегчает работу в погодных условиях, более хороших работаем. И для балансировки, для литых дисков это удобнее в сухую погоду, конечно, клеить грузики, чем когда диск мокрый, грязный и все остальное. И благо наши водители, большинство людей сейчас одевают уже новую резину. Это очень важно для безопасности как и водителя, так и пешехода. Однако даже если сотрудник автоцентра не нашел в вашей машине и ее техническом оснащении каких-то проблем, водителю все-таки необходимо быть на чеку и слушать, насколько ровно бьется сердце его железного коня. У каждого специалиста-мастера есть свой набор советов, на что обратить внимание. Первоначально, конечно, это подумать о резине. Замените резину, правильно ее установить. На зиму я порекомендовал бы для движения по трассе железные диски для города. Литье можно и оставить, перебывать на литье, потому что ледяная корка образуется на литых дисках и создает дискомфорт при езде, дисбаланс и все остальное. И правильно выбрать резину и для города, и для трассы, и многие у нас живут и на дачах. То есть там тоже специфика идет резина. Вроде бы машина в исправности, однако когда погода на улице не вызывает уверенности, а дневной плюс может буквально за считанные часы смениться на минус, важно быть подготовленным к любым внештатным ситуациям. Ведь только оказавшись в них, вы вспомните о нескольких сотнях рублей, сэкономленных на покупке шин или лишней диагностики на станции по техобслуживанию. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Эдвард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.